Министерство финансов Казахстана разместило еврооблигации на полтора миллиарда долларов. Международные инвесторы проявили большой интерес к этим активам, отмечают эксперты. Объем заявок по ним составил около шести миллиардов долларов, а предподписка превысила четыре раза. О чем это говорит в условиях геополитической нестабильности в мире? С вами программа «Право знать». Сегодня обсудим развитие локального фондового рынка. От новых продуктов до крупных игроков. Что происходит на локальном фондовом рынке Казахстана? В условиях нарастающей геополитической напряженности, охватывающей различные регионы мира, Казахстан воспринимается международными инвесторами как безопасная гавань для вложений. Конфликты на Ближнем Востоке, экономические проблемы в Китае и нестабильность в Восточной Европе заставляют инвесторов искать надежные рынки, и Казахстан становится привлекательной альтернативой. Минфин разместился на полтора миллиарда долларов. И что интересно, это именно доходность. То есть доходность — это под какую ставку Минфин привлек эти доллары еврооблигации. Они составили выше 88 базисных пунктов к доходности десятилетних казначейских облигаций США. Что интересно, то что эта доходность, она вот этот спред, она меньше, нежели по какой ставке привлекались такие страны, как Саудовская Аравия, Польша или Чили тоже в 2024 году. Несмотря на то, что их кредитный рейтинг от международных компаний выше, чем у нас, у них там A+, A-, A-, у нас буквально недавно было повышение рейтинга до BBB+. Одна из ключевых причин — стабильная макроэкономическая политика страны. Правительство активно работает над созданием благоприятного инвестиционного климата, что подтверждается повышением кредитного рейтинга Казахстана до уровня BBB+. Это свидетельствует о доверии международных рейтинговых агентств финансовой устойчивости страны. С этого года очень популярны стали выпуски структурных продуктов. Это именно не просто акции, облигации, которые всем понятны, такие прямолинейные базы, а именно начали выпускаться структурные ноты, допустим, где базой активов является акция какой-то компании, которая собирается выходить только на IPO, и ты участвуешь как будто при IPO готов купить эти ноты по какой-то цене, и как эта компания выйдет на IPO, там цена изменится, и ты тоже, соответственно, от этого сразу же заработаешь даже до IPO. Это как бы такая структурная вещь, она предназначена для квалифицированных инвесторов. Это говорит о развитии локального рынка. Не менее значимым событием стало и появление первого биржевого фонда ETF, выпущенного по законодательству Международного финансового центра Астана. Событие является знаковым для отечественных инвесторов, поскольку такой продукт появился впервые за 20 лет. В международной практике доля инвестиций в ETF уже превысила долю инвестиций в акции, что указывает на популярность данного инструмента как формы пассивного инвестирования. В американских рынках ETF очень сильно стали популярными, и буквально в 2021 году доля инвестиций в ETF превысила долю инвестиций в акции. То есть ETF – это одна из сторон пассивных инвестиций. Биржа МФЦА продолжает укреплять свои позиции на международной арене, становясь все более привлекательной для иностранных инвесторов. Одним из ярких примеров этого является Черноморский банк торговли и развития, в акционерах которого состоят Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Украина, Молдова и Румыния. Международный банк ранее размещал свои облигации на крупных зарубежных площадках, например, на австрийской бирже. Свой очередной выпуск облигаций он решил разместить на австрийской международной бирже, что также, по моему мнению, является очень хорошим показателем, и мы как бы обозначили свою точку, что мы готовы конкурировать с такими крупными иностранными биржами, ввиду своей уникальности английского права и инновационной биржевой структуры. Важно отметить, что рынок продолжает развиваться, и на нем существуют как профессиональные инвесторы, хорошо разбирающиеся в сложных финансовых инструментах, так и новички, изучающие возможности, которые предлагает биржа. Это создает уникальную экосистему, где опытные игроки могут делиться своими знаниями, а новые участники получают возможность обучаться и развивать свои инвестиционные навыки. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Право знать». Оставайтесь с командой 24КЗ.